Моё воспитательное событие посвящено проблемам экологии, проблемам сохранения окружающей среды для пятиклассников. Самым главным результатом, которого я хочу достичь, я хочу создать такие условия, при которых ребята поймут своё личное участие, свою личную ответственность в сохранении окружающей среды. Потому что пятый класс – это начало подросткового возраста, и, как правило, в этом возрасте дети начинают задумываться о том, кто несёт ответственность. Ну, наверное, Министерство экологии, они же самые главные. Они сформулируют законы, они за этим следят. А моё личное участие, ну, если я один буду, например, выключать воду, когда чищу зубы, ничего же не изменится. Я хочу сменить эту парадигму и на своём воспитательном событии показать им, что каждый из нас в ответе, каждый из нас – это участник непосредственный, и каждый несёт ответственность за то, чтобы сделать наш мир лучше, чище. Вы знаете, есть разные дети. Есть дети, которые, да, очень замотивированы. Кто-то просто им нравится, вот так же, видимо, как моя история, когда я просто полюбил. Есть, видимо, склонность к языкам, и интересно, и нравится просто учить. Кто-то учит для того, чтобы смотреть иностранные фильмы, читать иностранные книги, аутентичные тексты, в игры играть. Кто-то, конечно же, не теряет надежды переехать, может быть, за границу. Но есть те дети, которые откровенно говорят, я не буду учить английский, зачем он мне нужен, я буду бухгалтером, или я буду поваром, мне ваш английский вообще не нужен. Я тогда начинаю с ребятами разговаривать и обсуждать с ними идею, спрашивать у них, а может ли человек, который не знает иностранного языка, быть счастливым. Они отвечают, что он, после того, как подумают, что он, да, наверное, может. А может он быть богатым, не зная иностранного языка, тоже может. Может быть счастливым, добрым, отзывчивым, богатым человеком, успешным и не зная иностранного языка. Все это можно. Поэтому я говорю, конечно, можно не изучать иностранный язык, но это очень жалко не делать, потому что это еще один способ познания нашего мира, расширить свой кругозор, иметь разные инструменты, посмотреть этот целостный, увидеть этот целостный, удивительный наш мир.